Здарова! Всем, кто любит что-то непонятное, посвящается. Действие, кстати, происходит в Ванкувере. А еще говорят, что в России дороги плохие. Да у них там не то, что дороги, у них там земля худуном ходит. Я как-то по-другому себе дом на воде представлял. Это ж сколько котов должны были туда свои дела сделать, чтобы этот псевдопаркет так вздулся. Зато бомжам удобно, некоторые о такой кровати только мечтать могут. Но мне кажется, это предсказание одного российского скандалиста сбылось. Ночью наши ученые чуть-чуть измерят гравитационное поле Земли, и вся страна твоя будет под водой. Ну а чтобы испытать на себе такие же ощущения, как герой этого ролика, не обязательно в Ванкувер ехать. Можно упороться в пятницу вечером, и земля сама из-под ног уйдет. А следующее видео не для слабонервных. Всем любителям рыбалки посвящается. Вон палку взять с этим, с гвоздем, по башке дать. Надо руку, не пробить руку. Не, по башке не надо его бить, надо просто ему в рот ставить. А вот доска. Что это, блин, такое? Тайтхантер из Дота 2 существует? И нахрена мужик ему руку в рот засунул? А, я понял, просто эта тварь только на живца клюет. Аккуратно, костюм. Снизу, снизу. Тут палка не поможет, тут гинеколог-стоматолог нужен. Я смотрю, в последнее время какой-то ажиотаж на рыбалку пошел. И как это вообще произошло? Борис, смотри, какая хрень непонятная плывет. Отлично, дай я ей руку в пасть засуну. Ай, блядь, ай, сука. Блин, а вторая пасть, блядь. Вот это поворот. Вторая пасть? У него там что, внутри еще кто-то живет? Я понял, это, наверное, первый выступ, который всех органов по две штуки. Два глаза, две пасти, две пиписьки, две жопы и две сиськи. Слава богу, башка одна. А то я представляю, как бы после празднования Дня Нептуна у нее бы головы разрывались. Так это же чудище, что угодно прогрызть может. Хорошо, что этот дайвер, кроме руки, туда ничего не сунул. Хотя, кто знает, может и сунул что-нибудь. И, наверное, поэтому он туда и руку сунул, чтобы достать. Но больше всего меня оператор радует. Да даже не тем, что он хрен руку помощи товарищу протянул. Ну да, рука могла во вторую пасть угодить. А тем, что у него какие-то садомазохистские наклонности. Вон палку взять с этим, с гвоздем. Может ему мозги отрезать? По башке дать ему гвоздем. Давай по башке, долбани ему. Парень в итоге освободился от морского чудища. Кстати, вы заметили, что мужику помогал сам Уолтер Уайт. Но я считаю, что во всем должна быть техника безопасности. Наверное, просто главный герой в детстве уроки ОБЖ прогуливал, раз элементарных вещей не знает. Ну, тех, о которых ему оператор в конце напомнил. А что ты по локоть суешь туда? Для того, чтобы котам дали похавать, они постоянно что-то придумывают. Но, правда, не всегда это срабатывает. Это видео напомнило мне старый анекдот про телефон на телефон, а чук-чук хочет кушать. Кстати, чуть позже кот почему-то решает, что миссия провалена из-за маленькой высоты. Я однажды видел, как моя подруга, стоя на весах, делала то же самое. А может, это вовсе не просьба открыть холодильник? Может, он музыкант? Или просто танец? Мне кажется, этот кот был бы идеальным нападающим в НБА. Да, если бы это видео срабатывало, то депутаты и чиновники брали бы это видео себе на заметку, когда шли просить денег. Может, строителям стадиона «Зенита» попробовать так же? А вовсе получится. А вообще, мне это напомнило психбольницу, где новичок пытается еще что-то сделать, а кто-то уже смирился. А вы знали, что Супермен существует? Ну, по мне, так это больше тупомен. А что он хотел? Суперменом тоже непросто стать. Судя по количеству спиртного, после этой неудачи он еще не раз попробует выпрыгнуть. А был бы он русский, обязательно перед прыжком крикнул бы «ТАГИЛ!». Должен отметить, у парня идеальное чувство ритма. Как четко он попал в паузу. Что-то его бородатый друг не очень-то за него переживает. Он ему просто надоел. Каждый раз одно и то же. Мухой в окно. Зато теперь в Angry Birds появится новый персонаж. ТАГИЛ! Ну и напоследок я подумал, что этот ролик мог бы стать отличной рекламой. Так, покупайте стеклопакеты. Тем более, что разбитое стекло на счастье. Счастье в раю. Это был Плюс 100500, меня зовут Максим. Мы ведь тоже зевнули. Пока! Ты мой ангел-хранитель. И если мне вдруг будет грозить опасность, ты меня всегда выручишь? Ну конечно выручу, бро. Именно для этого я здесь.